Так ну что, люди как обычно распоряживались, разволновались, говорят, что Женя Медведева скорее всего не выступит на втором этапе Кубка России, хотя мы ее очень ждем. На самом деле здесь нужно исходить из того, когда было принято решение о том, что Женя возвращается к Этере, и тогда можно будет понять, как потенциально выглядел тренировочный процесс. Опять же, следует повторить, что на контрольных прокатах Женя выглядела очень бодро, было видно, что она находится в замечательной форме, то есть даже лучше, чем год назад. Именно была видна вот эта легкость, которой ей часто не хватало. И это, так сказать, на диете крикет-клаба с шоколадками, леденцами и мороженом от Орсера, то есть это специальная канадская диета. Ну а если мы поговорим о диете Этере Тутберидзе, то Женя возможно будет вообще легче, чем ее собственные коньки. Также, конечно, есть привыкание к тренировочному процессу и вспоминание того, как было до Канады. То есть здесь тоже нужно привыкнуть, адаптироваться, чтобы тело полностью все вспомнило. Ну и это я даже не говорю о программе произвольной, позорной произвольной программе. Это же надо такое дерьмо поставить. Поэтому вопросов может быть очень много. И даже если Женя примет решение все-таки не участвовать совместно с тренерским штабом, то здесь ничего такого необычного или странного нету. Хотя, конечно, обидно и грустно. Но в любом случае будем надеяться и верить. Продолжение следует...